После такого шашлыка, который я сейчас покажу, как делать для вас, от меня ушла жена. Ну, вернее, девушка, которая, я думал, она будет не женой, но она от меня ушла. Как случилось так? Случилось так, что она говорит, я тебе буду готовить, значит, все в сковора, в арках, там, на плите. Я говорю, что такое скороварка? Скороварка есть у каждого. У меня есть русская печь, и давай с тобой батл сделаем. Ты в Инстаграм выкладываешь часто фотки, ну, давай, выложи твои приготовления, а я выложу свои в русской печи. Что я делаю, какой шашлык. Ну, и как вы думаете, чем же закончился мой диалог на сайте знакомств в тот момент, когда я сидел на нем? Я был послан в черный список после всего такого. То есть, моя будущая потенциальная жена, как я думал, она от меня после такого шашлыка ушла. Сейчас вы научитесь так готовить, как в жизни вы не готовили никогда. Я вас уверяю. Для приготовления шашлыка я использую классический способ, это шпажки. Мы будем готовить в русской печи все сегодня. И самое главное, все по-простому. У меня идут строительно-отделочные работы. Пока я лук нарезаю, вам скажу, буду говорить. Не особо слишком обращайте внимания на это на все, но все будет зависеть от вашей поддержки. Будете поддерживать, буду чаще такое готовить. Зрительская поддержка, ваши симпатии, лайки, дизлайки, комментарии и так далее. Просмотры ваши, до конца ли вы будете смотреть или не до конца. Все будет зависеть от вас. Насколько вы сильно хотите это все посмотреть. У меня шашлык будет очень простой. Можно сказать, все в таком минималистическом стиле. Я не буду слишком долго в маринаде держать. Подержу минут, наверное, ну, может быть, 30-40 минут, не больше в маринаде. Маринад простой. Майонез, лук и помидоры еще будут. Больше, в общем-то, ничего и не надо. Для шашлыка. И еще с вами мы запечем также картошечку в печке. Добавляйте специи, любые, какие вы хотите. Я добавлю красный перец. Уже сейчас такой аромат. Хорошо помидорами пахнет. Все просто, быстро и очень вкусно. Перед тем, как мы будем топить печь, я рекомендую сначала, чтобы вы не забыли, все пооткрывать тут. Все заслонки. Я пооткрываю. Печка, наверное, будет дымить, потому что достаточно давно я ее не топил. Нам нужно сильное пламя. Ну, а теперь можно подкладывать наши дровишки. Еще чуть-чуть я подкину дрова. И отправлю кочергой картошечку в дальнюю часть печи. Вернее, это лучше будет сделать так, ухватно. А эти дровишки на шашлычок пойдут. У меня еще остался лук от шашлыка. Я хочу его пожарить, чтобы была поджарка вместе с шашлыком. Отправляем тоже это все дело в печь. Подходит уже шашлычок наш. Его нужно ворочать иногда. И сзади лежит, как мы видим, картошечка. Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста. Как это все круто пахнет. А картошку я уже не ел печеную не знаю сколько лет. Еще есть с шашлычком. И лук, который так классно пожарился. Вау. Ребя. Это картошка. Это просто нечто. Я еще не пробовал мясо. Но она запеченная и такая офигенная. Лук с такой поджаркой. Хорошо получился. И теперь мясо. Я попробую. Вау. Это просто жрать. Если понравилось видео, обязательно напишите об этом в комментариях. Чтобы я дальше уже что-то какие-то другие изыски для вас делал. Об этом обязательно напишите внизу в комментариях. Лук очень вкусный получился. Поджарка это. Об этом видео. Теперь. До свидания. Пока. 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 Пока.